Есть очень много бойцов, которые добились славы и признания в клетке, но только единицы стали популярны еще до того, как вошли в мир профессионального ММА. Приветствую вас, рубящие колени, с вами Федорович, а в этом видео я вам расскажу про бойца, который стал очень популярен благодаря уличным дракам, а затем решил покорить вершину ММА. Кевин Фергюсон, именно так зовут всем вам известного Кимба Слайса. Родился 8 февраля 1974 года. Его семья переехала в Майами из Багамских островов и поселилась в самом бедном районе. Кевин был самым старшим из многочисленных братьев и сестер, поэтому нес за них ответственность, а так как райончик был не из лучших, ему с самого детства приходилось драться, защищая себя и своих братьев. Как вы понимаете, Кимба учился в школе не очень хорошо, но он хотел стать игроком в американский футбол и благодаря этому пробиться в люди, но с этим у него не срослось. После того, как его попытки поступить в колледж не увенчались успехом, он устроился на работу вышибалой в стриптиз-клубе, и эта работа была для него судьбоносной. Ведь именно там Кевин познакомился с Айси Майком, владельцем компании по производству порнофильмов. Сначала Майк нанимает Фергюсона к себе водителем и телохранителем, а потом предлагает ему драться на улице и снимать это все на видео, таким образом став его менеджером. Свой первый уличный бой на камеру Кимба Слайс провел против Биг Ди в 2003 году. В то время он еще не думал о какой-то славе или хайпе, тогда про такие слова даже не знали. Он просто хотел заработать денег для лучшей жизни. Этот бой Кимба выиграл, расхерачив глаз Биг Ди. Буквально сразу же после пары боев Кимба Слайс стал очень популярным и известным бойцом, так как он был первым, кто дрался на улице для видео. Про Слайса начали писать даже популярные журналы, называя его королем улиц. Кимба стал настолько крут, что даже дрался с двумя противниками подряд. Первый, получив парочку плюх, отказался продолжать, а второго Кимба отправил в нокаут. У Кимба Слайса даже был бой против полицейского из Бостона Шона Геннета, который являлся шестикратным чемпионом штата по боксу. Но, конечно, я так понимаю, что это было чемпионство среди полицейских, так как особых навыков Шон в бою не показал. Это был яростный и гикий бой, в который даже хотели вмешаться секунданты бойцов и устроили потасовку между собой. В конце концов, оба бойца полностью исчерпали свои ресурсы и еле держались на ногах. Но все-таки полицейский был сверху и продолжал хоть как-то бить, пока Кимба просто не упал от усталости, получив первое поражение в своей, так сказать, уличной карьере. Конечно, такая слава не могла остаться незамеченной серьезными организациями, которые устраивали официальные бои без правил. И Кимба Слайсу сделали предложение выступить в клетке, которую он с удовольствием принял. Его первым соперником стал Рэй Мерсер, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. К этому поединку Кевина готовил легендарный бас Рутен, что давало надежду на хороший бой. С первых секунд боя Кимба бросился на бывшего чемпиона, пытаясь поджать у сетки и пробивая короткие удары. Конечно, он не хотел боксировать на дистанции, поэтому решил боксера побороть, и это было верным решением, которое закончилось удушающим и первой победой уличного чемпиона, который доказал всем, что его можно называть настоящим бойцом. После такого удачного дебюта Слайсу сразу предложили контракт на второй бой, и он его принял. Его соперником стал Бо Контрелл, который уже имел рекорд из 10 побед и 10 поражений. Бо много троллил Кимба, рассказывая, что не понимает, как такой деревянный химик-переросток может считаться хорошим бойцом. Поэтому у Слайса было особое желание лично доказать парню, что он не так уж и плох. И Кимба доказал, отправив того в брутальный нокаут локтем. Этот бой сделал Кевина еще популярнее, ведь он выиграл у опытного соперника всего за 19 секунд. 16 февраля 2008 года организация «Элит» наконец-то организовала событие, которого все ждали с нетерпением. Бой между двумя самыми популярными уличными бойцами – Кимба Слайсом и Танком Эбботом. Эббот уже завоевал себе имя в мире ММА и дрался с лучшими бойцами своего времени, при этом не переставая вспоминать свои уличные рубки и продолжать их в баре. Для Кимба Слайса это был настоящий вызов. Даже несмотря на то, что к этому бою танк находился в далеко не лучшей своей форме, он все равно оставался очень опасным бойцом. С первых секунд два монстра устроили зарубу в центре ринга в лучших традициях барных мордобоев. Но Кимба был точнее и бил сильнее, отчего Эббот упал. Но рефери остановил бой из-за ударов по затылку, давая возможность танку прийти в себя. Второй заход бойцов был еще яростнее, но с тем же результатом. Кимба Слайс снова отправил танка на канва с своей плюхой, но дал возможность встать. Правда, только для того, чтобы окончательно уложить своим правым кроссом. Такая яркая победа за 46 секунд над одним из любимчиков толпы сделала Кимба еще популярнее. Большая популярность требует от бойца больших поединков, а для Кевина таким поединком оказался бой против Джеймса Томпсона по прозвищу Колосс. Нужно отметить, что на момент боя у Кимба было всего лишь 3 победы, на чем весь его опыт профи ринга ограничивался. В свою очередь, Джеймс входил в клетку матерым бойцом, на счету которого уже было 14 побед и 8 поражений, а это 22 поединка. Кроме того, Томпсон был известен своим взрывным и бешеным характером, от которого в бою можно было ожидать всего чего угодно. Первый раунд в основном прошел в борьбе. Томпсон особо не хотел рубиться в стойке, поэтому бойцы полежали на канвасе. Во втором раунде Кимба лучше удавалось держать дистанцию, и он отлично попадал по Джеймсу, причиняя хороший урон. Но под конец раунда Томпсон снова укрыл одеялом слайса в парте. В начале третьего раунда Кимба разрядил отличную серию мощных ударов, и Томпсон поплыл, что заставило рефери остановить бой и спасти колосса. Но тот, еле стоя на ногах, с невменяемым взглядом чуть не избил рефери за такое решение. Этот миг можно назвать вершиной карьеры уличного чемпиона, которую запомнят все. Следующий бой против Сета Петруцелли, который, кстати, вышел на замену вместо Кена Шемрока, Кевин проиграл за 14 секунд. Затем Дана Уайт пригласил Кимба в шоу Ultimate Fighter, где он также разгромно проиграл Нельсону. Но потом реабилитировался на этом же шоу против Хьюстона Александра, одержав победу судейским решением. Кимба предложили принять участие в UFC 113, где его соперником был Мэтт Митрион, которому он проиграл практически в одну калитку. После этого поражения Дана Уайт распрощался с уличным чемпионом. Кимба было тяжело все это пережить, и он ушел с ММА на долгих 5 лет, иногда выступая по боксу. Пока в 2015 году Беллатур не заманил 41-летнего Слайса обратно в клетку для поединка с 51-летним Кеном Шемраком. Несмотря на то, что для мира единоборств этот бой был скорее фрик-шоу пенсионеров, чем реально конкурентной зарубой, он все равно вызвал большой интерес у публики. Шемрак с первых секунд хотел перевести бой в партер, и ему почти удалось задушить Кимба, но тот сумел выпутаться и наказать за такую дерзость нокаута. Затем 19 февраля 2016 года был знаменитый бой против Дада 5000, в котором оба бойца запомнились невероятным выступлением, в котором зрители смотрели на еле двигающихся здоровяков, не способных не то что ударить, а просто поднять руки. Эту эпичную битву выиграл Кимбо, но у него в крови обнаружили запрещенные препараты, поэтому результат боя аннулировали. Кимбо Слайс оставил этот мир 6 июня 2016 года от сердечной недостаточности, прожив всего лишь 43 года. Но он остался в сердцах многих, как человек, изменивший свою судьбу своими кулаками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, можно ли быть чемпионом на улице и в клетке. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Хуба, хуба, хуба. Хуба, хуба.